Сделать небольшой пол, небольшой опрос. Мне было бы интересно понять, как в основном студенты готовятся к экзамену СССР. И если можно, я сейчас добавлю небольшой опрос для вас. И если можно, пока идет презентация, ответьте, пожалуйста. И мы, в общем-то, я поделюсь результатами презентации в самом конце, результатами этого опроса. Сейчас, секунду, добавлю поле. Еще секунду. Вот, сейчас вы должны видеть перед собой вопрос. Этот вопрос, я пытаюсь понять, да, как студенты готовятся в основном к экзаменам, либо вы покупаете учебники, например, используете бесплатные материалы, занимаетесь на курсах, занимаетесь с репетитором, может быть, что-то другое. Итак, пол он у нас будет висеть, и как только вы заполните его, через какое-то время я смогу, в общем, поделиться ссылками. Давайте мы тогда сейчас уже будем начинать. Я прошу прощения за небольшую задержку у нас сегодня. Для тех, кто был на нашем предыдущем вебинаре, спасибо вам большое. Сегодня у нас часть вторая, которая посвящена решению задач по ПМ. Я надеюсь, что я смогу дать вам полезные нюансы, комментарии, на которые вам следует обратить внимание, когда вы будете непосредственно решать задачи во время экзамена. Если вам интересно, если кому-то кто-то не был на нашем предыдущем вебинаре, если вам интересно посмотреть, у нас есть записанный бесплатный урок, вы можете отсканировать QR-код. Когда вы сканируете QR-код, вы попадаете на страницу Learned Online, и на этой странице вы, в принципе, можете также воспользоваться не только уроком по QR-коду, там также есть одна из, наверное, может быть, наиболее сложных тем в ПМ, которые часто у студентов вызывают вопросы, которая посвящена линейному программированию. Там есть sample-видео, это, правда, одно из предыдущих таких вот онлайн-вебинаров, но, тем не менее, там я разбирала достаточно сложную техническую задачу, и ее можно посмотреть. Разбор самой теории. И далее, далее перейдем тогда к нашей сегодняшней презентации. Я прошу прощения тех, кто сегодня слушает нашу презентацию в второй раз. Я буквально пару минут скажу о том, кто мы такие, для тех, кто сегодня в первый раз присоединился. Мы провайдеры, как я уже сказала, профессионального образования по ECCA с 2015 года, и в 2020 году мы получили, вот только буквально недавно, мы получили статус золотого партнера по образованию, золотого лернинг-партнера ECCA, статус ELP, это достаточно такой, это очень высокий статус, и я говорила на прошлом вебинаре, что в каждой стране есть не так много провайдеров образования, которые обладают таким статусом. На практике, что для студентов это означает? Что ECCA проверяла все наши учебные материалы, наши учебные планы, также резюме преподавателей, квалификации преподавателей, насколько мы соответствуем требованиям глобальной ECCA. И после того, после получения статуса ELP-провайдера, мы решили, мы стали выходить на глобальный рынок, и, в общем-то, сейчас двигаемся в этом направлении достаточно успешно. Также в чем состоит преимущество онлайн именно образования, по сравнению с классическим таким образованием в аудитории? Прежде всего, это высокая мобильность, вы можете использовать и учиться во время, находясь в дороге, находясь в путешествии, после работы, когда вы едете в общественном транспорте или же слушать в автомобиле записи вебинаров. Поддержка преподавателей 24 на 7, то есть я общаюсь с вами в общем чате, пока у нас идет вот этот период подготовки к экзамену, 6 недель он примерно длится. Я рассказывала на прошлом вебинаре, почему именно 6 недель. Дело в том, что курс PM имеет 5 тем основных силабуса, и они довольно обширные. Каждая тема содержится довольно много под темы, и те, в свою очередь, тоже содержат много под тем. То есть, в принципе, информация по каждому конкретному сегменту в PM, она довольно простая. Но дело в том, что объем информации, он довольно большой. Поэтому, если вы сдаете экзамен в первый раз, планируете сдавать, закладываете не менее 6 недель, если при этом вы используете, ну, некую поддержку преподавателя, вот, например, в частности, если вы занимаетесь на каких-то курсах, где хотя бы один раз в неделю вы полностью с преподавателем проходите один сегмент, один сегмент силабуса. Ну, помимо этого, плюсами онлайн-образования также является то, что вам, вы не платите провайдеру образовательных услуг за то, что он, в свою очередь, арендует помещение, да, и при этом вы получаете материалы, которые, в общем-то, которые вам, все необходимые материалы, которые нужны для подготовки. Про себя я уже рассказывала в прошлый раз, поэтому мне не хотелось бы повторяться, на самом деле, и, в общем, немного скучно рассказывать про себя. В принципе, моя биография есть на веб-сайте ICCA. Я скажу, что я занимаюсь сейчас PM, веду с 2018 года, то есть у меня уже прошло вот 3 года фактически, и 3-3 образовательный год. Вот я разрабатывала учебные пособия, читала более 450 часов уже, как ни странно, живых онлайн-вебинаров, постоянно осуществляя поддержку студентов. Моя карьера в России, она была стандартная, я занималась... Я работала в компании Big4, да, большая четверка, в основном это у меня были Deloitte и далее PwC. Занималась я в основном МСФО учетом, также проведением тренингов для клиентов, и у меня был очень немалый объем проектов, проектов, которые были связаны именно с PM, то есть с управленческим учетом, с перформанс-менеджментом, и потом моя семья переехала в Азию, я здесь занималась и коммерс, и сааз, это Software as a Service, и также вот преподаю PM, на мой взгляд, это действительно один из самых интересных предметов. Чтобы не повторять то, что было на первом нашем вебинаре, я сегодня, сегодня у нас вебинар посвящен решению задач, и я на самом деле выбрала одну из самых простых задач, которые доступны в силабе CPM. Как ни странно, это одна из самых простых задач, она посвящена самой первой теме в части И, в разделе И, это Performance Measurement and Control, в частности, это анализ деятельности организации частного сектора, первая самая тема, Performance Analysis and Private Sector Organizations, там вы, рядом с этой темой, вы можете видеть синюю стрелку. Я рассказывала, разделяла, рассказывала немного про уровень сложности на прошлом вебинаре, здесь немножко повторюсь для тех, кто присоединился к нам в первый раз, что уровень сложности для студентов, как правило, первые и вторые топики, вот эти вот Information Technology, Science Systems for Organizational Performance, это A, B, Specialist Cost and Management Accounting Techniques, вот эти вот две наиболее легкие топики, мы, как правило, проходим за один, ну, почти что полностью проходим за один вебинар, самый первый, в течение полного одного дня. Но потом вам требуется, по крайней мере, одна неделя, чтобы качественно набить руку, ну, я бы сказала, на самом деле, немножко больше, наверное, чем одна неделя, если у вас есть какая-то дополнительная занятость, там, в виде работы, да, семьи, например, какие-то такие обязанности дополнительные, но хотя бы каждый вечер примерно два часа уделять, плюс полностью решать субботу с тем, чтобы к следующему выходному дню, к воскресенью вы уже немножечко набили руку, немножечко познакомились с этими частями силы. На самом деле, вот, когда начинается у нас занятие, у нас получается шесть недель, и заканчиваются наши вебинары, самый последний вебинар, он заканчивается фактически за два дня до реального экзамена, то есть вам потом остается полностью два дня на ревижн всех топиков, то есть шесть недель – это довольно интенсивные занятия, и если вы планируете полностью самостоятельно заниматься, то я бы, наверное, рекомендовала, ну, в зависимости от уровня вашей занятости, ну, в принципе, можно уделить и побольше времени. Дальше вторые темы – C и D, они выделены красными кружками, они наиболее сложные в силобусе. В принципе, каждая из этих тем конкретно, она не сложна, но почему-то воспринимаются именно вот эти эрии, они воспринимаются студентами, как такие нагруженные технической информацией, но новыми какими-то нюансами, на которые нужно обращать внимание. Прошу прощения, что-то не нужно играть. Да, я извиняюсь за небольшое, у нас здесь какое-то оборудование внезапно включилось. И, то есть, вот эти вот темы C и D, они являются, в принципе, наиболее сложными, но, как я сказала, когда вы занимаетесь, на самом деле эти темы, они не сложны. Там, в принципе, довольно много нюансов и маленьких техник, которые надо запомнить. И последняя тема И, она не сложна вообще. Вот сегодня мы будем решать именно на нее задачу, и вы посмотрите, что как профессионалы финансовые, вы можете что-то сказать по этой теме, абсолютно не зная по ней, ну, какой-то, какой-то hardcore theory, да, то есть какой-то прямо теоретической базис, которая написана в учебнике, вы можете с ними быть, с ним быть абсолютно незнакомыми, но, тем не менее, успешно написать задание по последней теме И. Именно последняя тема И и также тема Ди, не тема, простите, раздел силабуса, вот эти вот разделы силабуса Ди и И, они всегда встречаются в последней, третьей части экзамена. И я рассказывала на прошлом вебинаре о том, что именно третья часть экзамена, она является для нас наиболее выигрышной с точки зрения, с точки зрения работы и получения максимального количества марок на экзамене. То есть если вы хотите сдать экзамен, первая часть экзамена А, которая состоит из 15 вопросов по 2 балла, и вторая часть экзамена Б, которая состоит из трех мини-сценариев, за каждой вы примерно получаете 10, максимум 10 марок, вот эти две части, они проверяются автоматически. То есть вам нужно просто внести вопросы, ответы на вопросы. И если вы забыли запятую, не совсем правильно прочитали, там не обратили внимание, что вам нужно было в процентном соотношении поставить, и поставили там 0.7, например, вместо 70%, вы можете какие-то марки терять там. Но последняя, третья часть экзамена, она проверяется вручную экзаменатором маркером. Поэтому на нее стоит обратить особенное внимание. И вот как раз Эрии, Силабасы, Д и И, они наиболее часто встречаются в последней части. Также там встречается часть С, но гораздо реже. И прежде, наверное, чем мы начнем говорить с вами про задачу, позвольте мне две минуты упомянуть, ну, напомнить на самом деле про вот эту вот тему, тема И1. Мы сейчас не будем глубоко, минутовато, но фактически, если честно, про нее немного можно сказать. Здесь у нас дело в том, что все наши перформанс-индикейтеры, то есть показатели деятельности компании, мы можем разделить на два, на две большие группы. Это финансовые, financial performance indicators, и не финансовые, то есть не финансовые показатели деятельности компании. Финансовые, с финансовыми здесь понятно, это стандартные ratios, стандартные соотношения, которые относятся к группе profitability, также liquidity and working capital, также мы можем проанализировать риск в компании, с помощью использования gearing, например, или же investment cover. Это все финансовые показатели. Также для любой компании, возможно, больше, даже больше вес имеет невозможно, в общем-то, скорее всего, является non-financial performance indicators, не финансовые показатели, которых может быть множество, и они зависят от разных индустрий. Ну, как-то, понятно, сразу приходит, да, качество продукции, удовлетворенность покупателей, уровень сервиса и так далее. Да, это самые такие, самые такие простые показатели. Также, на что нам еще следует обратить внимание, когда мы анализируем, когда мы анализируем performance indicators, это на специальный дополнительный фактор суконсидером, и мы их называем. То есть, например, cost versus benefit, сколько вам потребуется времени и ресурсов, и затрат, чтобы проанализировать какие-то определенные показатели деятельности, и стоит ли вам их анализировать, будут ли они действительно полезны для анализа или нет. Также performance must be measured in relation to something, то есть, деятельность у вас всегда должна быть сравнена с какими-то сравнимыми показателями. Да, если мы анализируем деятельность отеля в сегменте, например, эконом, который находится и ориентируется, ну, там, например, да, в небольшом городе, мы постараемся сравнивать с аналогичным отелем для того, чтобы, если нам интересно, показатели между компетитерс. Но, в принципе, как правило, вы сравниваете на экзамене PLM, вы сравниваете деятельность компании от предыдущего года к текущему, то есть за прошлые и за текущие отчетные периоды. Ну, конечно, performance, он должен быть relevant and fair. В принципе, любые ваши инициативы по измерению деятельности компании, они должны иметь какие-то ответы от сотрудников, от клиентов. То есть здесь есть многие факторы, которые вы можете рассматривать, когда вы анализируете деятельность компании. Но все, что нам стоит запомнить для решения сегодняшней задачи, это то, что мы, в общем-то, разделяем небольшой вот этот кусочек теории, то, что мы разделяем показатели на две значимые группы, FPI и NFPI. Что касается FPI. В FPI один из показателей, я вот здесь вот на предыдущем слайде его выделила таким красным цветом, это показатель профитабилити, прибыльности компании, да, который называется Return on Capital Employed. И что показывает этот Return on Capital Employed? Надо сказать, что все ratios, простите, отвлекусь, да, все ratios, которые у нас указаны вот здесь вот в FPI, это профитабилити, ликвидити, working capital and risk ratios, все вот эти вот группы, группы ratios, они останутся с вами до конца экзаменов ACCA. То есть в PM вы начинаете их использовать, дальше в других дисциплинах вы углубляетесь уже в детали использования этих соотношений и в детали анализа с их использованием. Вот в частности, например, Return on Capital Employed. Это одно из основных ratios, которые вы встречаете в секторе анализа профитабилити и особенно в течение всего процесса обучения ACCA, да, получения квалификации. И на самом деле оно элементарно простое. У вас есть профит before interest and tax. Конкретно в PM у вас это всегда самый последний внизу из возможной PL-таблицы, да, самый последний показатель прибыли. Поскольку в PM все, в общем-то, несколько упрощено, вам не нужно делать какие-либо аджастменты. То есть вы берете, вы берете тот показатель прибыли, который у вас есть, который дам вам в сценарии, и используете дальше у вас все, что вам нужно, это, в общем-то, просто найти числитель и знаменатель, да, вот как бы иметь, определить, что является числителем, что является знаменателем, запомнить это из формулы. Что касается Capital Employment, то в дальнейших экзаменах и сетей вы будете анализировать более детально, что такое Capital Employment, более детально использовать разные расчеты. Опять же, в PM, как правило, в 99% случаев, я еще даже, наверное, не могу вспомнить задачу, как, где я видела задачу, чтобы студентам требовалось посчитать Capital Employment. Как правило, Capital Employment дается единой цифрой. Но в целом можно его посчитать как Total Asset slash Current Liabilities. Так вот, Returnal Capital Employment, что нам показывает это соотношение? Оно нам показывает, какую прибыль получает компания, какую прибыль компания может генерить на основе того капитала, который ей доступен, собственного капитала, заемного капитала, то есть тот капитал, который ей доступен, какую прибыль компания может генерить на основе, используя этот капитал. И вот это вот один из, собственно, из основных ratios по profitability. Вот теперь мы познакомились с этими двумя кусочками теории. И теперь мы можем прочитать, наконец, экзаменационную задачу и посмотреть, как мы... Как, во-первых, просто посмотреть, увидеть одну из экзаменационных задач и посмотреть, какой объем из вот этой вот теории вам вы можете применить в этой экзаменационной задаче. Это очень интересный такой экссайз, да? Я в начало задачи вынесла специальное требование, requirement, что нам требуется найти. Это задача, которая имеет только один вопрос. Он обозначен под буквой A, но на самом деле вопроса B у этой задачи нет. Это все, что от вас требуется. И этот вопрос дает вам сразу 20 марок. Итак, using the information provided, discuss best night companies financial and non-financial performance for the year ended, там, 30 июня 2000, там, какого-то года, условно, седьмого. То есть вам нужно проанализировать, да, вам нужно сделать discussion, обсуждение, обсудить и финансовые и не финансовые показатели деятельности компании, деятельность компании. Эта деятельность, эта компания занимается отелями. Этот вопрос, за этот вопрос вы получаете 20 марок. И интересно, что экзаменатор говорит, что из этих 20 марок у нас там есть еще нот, вы увидите на следующей странице к этому вопросу дополнение. Из 20 марок вы получаете 15 за discussion, за обсуждение и только 5 за расчеты. Вот это вот одно из, одно из, один из больших минусов. Я на прошлом вебинаре делала такую выкладку, мы анализировали два примера двух студентов, да, которые отвечают на один и тот же вопрос. Это Read the examiner's mind. Очень-очень интересный, очень интересный такой есть документ в PDF, вы можете его погуглить на веб-сайте CCA. Мы анализировали этот документ и мы смотрели, как отвечают по-разному два студента на один и тот же вопрос. И мы анализировали, за что кто-то получает марки, а за что не получает марки. И вот многие любят в последний момент уделить максимум времени в экзамене части A экзамена или же части B экзамена, заполнить вот эти вот тесты максимально правильно. И у них остается очень мало время на последние вот эти вот часть C экзамена, третью часть, на последние 20-марочные два вот этих вопроса. Это крайне большая ошибка, потому что мы сейчас прочтем задачу и вы увидите, что даже не имея связи, не прочитав учебник, вы уже можете что-то сказать, как финансовый профессионал. Итак, это у нас задача, это марта-юня 2019 года, то есть она была всего пару сессий назад, с учетом того, что у нас отменилась сессия из-за коронавируса одна. И называется Best Night Company. Давайте прочитаем тогда. Итак, Best Night Company операется через 30 отелей across the country of Aisland. То есть у них 30 отелей по всей стране, страна называется Aisland. It provides, it prides itself on the comfort of the rules in its hotels and the quality of service it offers to guests. Отели, в общем-то, гордятся собой, потому что они считают, что они предоставляют клиентам комфортные комнаты и хороший уровень сервиса. The majority of Best Night Company's hotels are located in major cities and have previously been successful in attracting business customers. In recent years, however, the number of business customers have started to decline as a result of tough economic conditions in Aisland. То есть у нас, во-первых, все отели, 30 отелей находятся в крупных городах. Они ориентировались на бизнес-сегмент. В основном, да, они предоставляли номера бизнес-кастомеров, то есть это те люди, которые приехали в командировку. Но за последние, за последние годы у них количество постояльцев снижается. И это связано с тем, что в стране тяжелая экономическая ситуация. Best Night Company's policy is to set standard prices for the rooms in each of its hotels. That price reflects the hotel's location and taking account of competitors' prices. However, hotel managers have the authority to offer discounts to regular customers and to reduce prices when occupancy rates in their hotel are expected to be low. То есть они стандартно используют определенный рейд по стране. Ну, здесь указано, что при этом рейд, который они берут, ставка за ночь, она при этом основывается на расположении отеля, а также на цене конкурентов. Но при этом дальше мы в следующем предложении можем прочитать, что на самом деле среднее стандартное то есть на самом деле при этом в следующем предложении нам говорят, что в последнем отчетном периоде, там седьмой год, 17-й, 27-й, неважно, у нас была ставка 140 долларов против 135 за предыдущий год. И при этом у нас менеджеры могут предоставить самостоятельные дисконты тем клиентам, которые являются постоянными клиентами. In addition to room bookings, the hotel also generate revenue from the additional services available to customers such as restaurants and bars. То есть дополнительно отель также имеет дополнительное рейд, которое основано на том, что у них есть дополнительные услуги, рестораны и бары, да, в отеле. Ну, здесь, в общем-то, все понятно. Давайте посмотрим на таблицу в правой части экрана. Здесь у нас ничего сложного не дано, да, такого критичного. У нас дана revenue, которую мы заработали, по стандартной цене. Вот мы видим, что, например, в более позднем году, да, ну, там, условно, за прошедший отчетный период, который там седьмой, мы видим, что revenue, она несколько выше, чем за предыдущий отчетный период, который был, там, условно, да, с цифрой 6. И дальше мы видим также, что, так, еще секундочку, дальше мы также видим, что у нас были предложены дисконты, и дисконты как раз-таки возросли за последний отчетный период. Мы видим, что их значительно больше, учитывая, что речь идет про миллионы долларов, да, здесь у нас. Поэтому мы видим, что у нас, там, 16 против 11 за предыдущий отчетный период. То есть мы явно видим, что дисконтов было очень много, при этом, несмотря на то, что цена за комнату отеля сейчас у нас 140 против 135 за предыдущий год, то есть цена-то возросла, мы видим, что на самом деле revenue, самая первая строчка, самый первый показатель, она выросла, но не настолько значительно, да, и при этом были даны очень значительные дисконты. А revenue, food and drink, да, вот эти вот как раз рестораны, но здесь у нас было небольшое увеличение revenue. Дальше у нас идет total revenue. Total revenue, опять-таки, несколько увеличилось, но сама по себе total revenue она нам ничего не говорит, потому что мы должны все время смотреть, из чего она складывается. Дальше мы видим небольшой рост в операционных издержек, который примерно составляет 3 миллиона operating cost 95 против 92. И дальше у нас есть operating profit 23 миллиона, там 900, ну почти 24. То есть, когда мы смотрим на operating profit, мы видим, что между двумя вот этими вот годами у нас на самом деле operating profit вроде бы не сильно значительно изменилась, хотя она упала. Но при этом у нас есть сложная экономическая ситуация в стране, то есть, вроде бы, это можно было бы ожидать, но теперь будем разбираться, можно ли действительно это все списать исключительно на экономическую ситуацию или нет. У нас также есть и дополнительная информация по этому отелю. Нам дан показатель Capital Employed и дан он здесь 39,5 миллионов в седьмом году, да, и 39,1. В шестом году также average occupancy rate средняя, да, средняя занятость комнат у нас получается 74% и 72% в предыдущий год. То есть, вроде бы, даже комнаты, занятость комнат возросла, да, у нас больше, вроде бы, условно, occupancy rate стало. Но давайте посмотрим на следующий показатель. Это average customer satisfaction score. Напоминаю, что это очень и очень и очень простая задача. То есть, я думаю, что пока я здесь читаю вам, у вас уже довольно много сложилось идеи о том, что вы можете написать экзаменатору. И сейчас мы про это поговорим как раз. То есть, сегодня мы не делаем какую-то сложную техническую задачу, мы делаем простую задачу. Я хочу продемонстрировать, цель моя на самом деле сегодня такая, я бы хотела вам продемонстрировать, что есть в этой системе задачи именно в последней третьей части экзамена, которая для нас наиболее важна, которые, которые вы можете, в принципе, сделать, просто используя common sense, да, просто здравый смысл, просто свои технические, текущие профессиональные знания, даже не углубляясь в какую-то дополнительную теорию. Но надо при этом знать, как сфокусировать свои силы и в какой момент грамотно, как распределять время на экзамене, потому что сейчас я вам в достаточно спокойном, спокойном темпе это все объясняю, да, то есть, как бы мы особо никуда не спешим. На экзамене для вас дорога каждая минута, каждая секунда буквально. Поэтому смотрим, поэтому вам нужно сразу, когда вы читаете, очень быстро определиться с лейаутом вашего ответа, ответ должен быть профессиональный и быстро написать те позиции, которые вам дадут заработать марки, а не просто растечься мыслью по древу, да, поэтому average customer satisfaction score, например, мы видим, что явно упали 4.2 против 4.5. Посмотрим на ноут к этим данным, который у нас есть. Нам сказано, что у нас capital employed is calculated using the depreciated cost of non-current assets. Ну, в принципе, как мы увидим позднее, для нас этот комментарий, он как бы особенно здесь не применим особо. Второе, occupancy rate for the year ended 30 за 2007 были, оказывается, 72%, то есть, превысили budgeted level у нас за прошедший отчетный период 74% у нас оказалось против budgeted 72%. И третья позиция относится к рейтингу отеля satisfaction score, customer satisfaction score is upgraded on a scale of 1 to 5. 5 представляет собой excellent, прекрасно. И далее очень важная фраза. In any given town in Estland the top 10% of hotels earned a score 4.5 and above and the top 25 earned a score 4.2 and above. То есть, что у нас получается? У нас за один год отель скатился из того, что они были в рейтинге топ 10% отелей в топ 25% отелей. То есть, у них рейтинг очень сильно упал. Хотя, казалось бы, вот это вот изменение несколько процентов позиций, оно незначительное. Но на самом деле оно значительное мы видим благодаря вот этому комментарию. И что нам говорят покупатели? Two things are becoming точнее постояльцы. Two things are becoming increasingly frequent in the comments of customers. Repeat customers have said that the standard of service in recent visits have not been as good as in previous visits. И второй комментарий the rooms need redecorating and the fixtures and seatings need replacing. For example, beds need new mattresses to improve the level of comfort they provide. То есть, здесь у нас, во-первых, покупатели жалуются, они говорят, что уровень сервиса тот самый, за который отель, ну, в общем-то, испытывает некую гордость, да, или испытывал изначально. Оказывается, не был так хорош, как он был в предыдущие, да, визиты. И комнатам требуется обновление, особенно, что касается матрасов, то есть, именно в отношении уровня комфорта. То есть, два показателя, про которые отель, в общем, было упомянуто, что они очень гордятся этими показателями, оба показателя в customer review были затронуты. Дальше у нас Best Night Company had planned a two-year refurbishment program beginning in 2007 of all the rooms in each hotel. However, this program has been put on hold due to current economic conditions and in order to reduce expenditure. То есть, у нас здесь планировался refurbishment, да, планировался общий ремонт всех комнат, но из-за текущей тяжелой экономической ситуации отель решил отложить, отложить, да, вот этот refurbishment. Напоминаю, что здесь у нас внизу есть также requirement, который я также сюда продублировала, нам требуется обсудить financial and non-financial performance, финансовая и не финансовая деятельность этого отеля за седьмой год и доступны нам 20 марок, из которых 15 за дискуссию и всего лишь 5 марок за калькуляцию. Как вы видите, в общем, довольно много информации, что, к сожалению, в основном сказать что-то здесь по теме можно очень хорошо прямо сейчас, но, к сожалению, многие студенты, во-первых, прежде всего, зная, запомнив формулы, которые у нас были вот здесь, вот, да, я напоминаю, что у нас здесь есть financial performance indicators, да, многие, заучив вот эти вот формулы, они пытаются судорожно воспроизвести эти формулы на экзамене, хотя бы в какой-то там, в какой-то, в каком-то объеме и пытаются судорожно из вот этой информации, которая им дана, вытянуть информацию, которая хоть как-то позволит прикрыть вот эти вот формулы. На самом деле этого делать не надо, потому что большинство такого рода задач, они прежде всего используют, ну, некий просто common sense, да, то есть общее ваше понимание, вам нужно показать, что вы как финансовый профессионал вообще способны к бизнес-анализу, поэтому в такого рода задачах на самом деле подход, он очень прост, и я вот здесь вот себя позволила в такую жирную красную рамку это все выделить, да, такие кричащие тона, используйте в основном пять ключевых моментов. Первый момент это use requirement of your guidance, используйте требования в задаче, что вам требуется найти, всегда начинайте читать задачу с конца, с вопроса, что вам требуется найти, вот у нас в нашей задаче нужно было дискасс, обсудите финансовую деятельность, да, компанию и не финансовый индикатор, нам нужно было обсудить, то есть мы уже заранее знаем, что когда мы выстраиваем ответ, нам надо разделить этот ответ на две части, financial performance indicators и non-financial performance indicators, то есть у вас уже есть кусок сценария, за счет этого вы не тратите время о том, так, что же мне теперь надо написать, да, в этом ответе, потому что формулы я там уже забыл, непонятно, какие из них надо применять, не надо, не надо вот это вот волнение на экзамен, не используйте wording в вопросе в качестве, в качестве основных моментов в сценарии вашего ответа. Вторая, вторая позиция, use any tables in the scenario as the base for your analysis. Вторая позиция, хорошо, мы разобрались, нам надо выделить финансовые индикаторы и не финансовые индикаторы, а какие именно финансовые, финансовых их много, что можно использовать в качестве guidance, вот такого рода вопросы, которые мы сейчас прочитали, очень general, да, такие вопросы, которые не привязаны к какому-то определенной технике в курсе PM. Как ни странно, именно такие вопросы, они, они сливаются в две группы, либо люди только считают и получают свои пять марок за калькуляцию на этом все, либо разливаются мыслью по древу, у них нету четкого сценария ответа на вопрос, где они могут сбалансированные несколько поинтс, несколько основных мыслей написать под каждый поинт, и поэтому растекаются мыслью по древу, особенно если у вас хороший английский язык, можно очень много воды добавить, ненужной, поэтому вот этого надо в принципе попытаться избежать. Как можно избежать? Это второй момент, это использование таблиц в сценарии. Вот вам всегда, как правило, будет дана какая-то схематичная информация, просто пытайтесь следовать этой схематичной информации. Давайте посмотрим, что у нас здесь дано. У нас здесь дано было в сценарии вот такая вот таблица. Как правило, и больше на самом деле нам особо ничего не дано. Если мы посмотрим на вторую таблицу, где у нас дан capital employed и пару дополнительных нюансов, то на самом деле вторая таблица с комментариями, с notes, она больше в большей степени относится к NFI, к non-financial performance indicators, ну, за исключением capital employed, да. И поэтому, и поэтому что мы можем сделать? Мы можем просто взять вот эту таблицу, которая нам здесь дана, добавить сюда, у вас есть copy-paste, инструмент на экзамене в третьей части, вы просто копируете себе спокойно, если позволяет, там, если есть шанс, копируете. Иногда может и не позволить, поэтому здесь сделайте обязательно на веб-сайте ACCA проходите обязательно открытые, доступные всем в CBE формате тренинговые экзамены, это must have перед тем, как вы придете на реальный экзамен. Вы добавляете еще одну колонку и просто добавляете разницу, насколько в процентном соотношении, насколько у вас, например, увеличилась резинь из одного периода в другой отчетный, насколько возросли дисконты, то есть вы, в принципе, просто добавляете одну колонку с процентами в изменении. Для начала просто сделайте так, как некий базис для начала работы. Вторая ситуация, вы просто, третья позиция, describe situation in the scenario. Вы просто описываете ситуацию в сценарии, то есть, когда вы просчитали, увидели, что у вас, например, revenue условно возросла там, ну, на 6%, вы описываете это словами, что revenue возросла из этого периода в другой на 6%, но только, пожалуйста, не останавливайтесь на этом. Вот ключевой момент, к сожалению, за такой комментарий очень сложно дать полноценную марку, и в общем марк, ну, за такие, у вас, может быть, за калькуляцию будут какие-то небольшие марки, но на самом деле здесь 15 дается за дискуссию, мы помним, и поэтому обязательно вам требуется понять, почему, вам не требуется проводить глубокий бизнес-анализ, но вы можете, в частности, вот здесь вот использовать все те факты в сценарии, которые были даны, например, у вас revenue возросла, скорее всего, это в результате того, что были, во-первых, у вас увеличилась occupancy rate, мы видели, да, 42, 42%, 44, по-моему, да, было процент, occupancy rate увеличилась, 74, да, извините, 74 у нас average occupancy rate против 72 планируемых, и помимо этого у нас также и ставка за ночь поднялась, стала 140 против 135, вот это вот вы и пишете, то есть вот эти вот ключевые факты, они, как правило, всегда будут инкорпорированы в сценарии, и видеть такие вот факты очень легко, и вы за эти факты вы получаете, вы получаете марки, а к тому же это, в общем-то, изи марк, поэтому постарайтесь, пожалуйста, ну, в общем-то, сделать какой-то логический комментарий, вы не, наверное, может быть сложно представить, как редко студенты пытаются продумать логические комментарии, это просто вот в пиеме сплошь и рядом, комментарии, они не используют часть-то факты и сценарии, это просто буквально каждый второй, если, может быть, в некоторых группах, может быть, даже не каждый первый студент, то есть это такая тенденция, с которой мы, как преподаватели, пытаемся бороться. Четвертая позиция check for possible formulas. Вот здесь вот как раз вы должны, после того, как вы использовали wording as your guidance, да, in the requirement as your guidance, после того, как вы посмотрели, какие есть таблицы и могли как-то попытаться сравнить показатели, да, добавили процент, посмотрели, как у вас изменились показатели за отчетные периоды, после того, как вы попытались выловить из сценария причины этих изменений, что там вообще произошло с бизнесом компании, вы проверяете, а нет ли каких-либо индикаторов, что вам можно использовать ту или иную финансовую формулу. Вот здесь вот в частности нам просто дан был capital employed, просто отдельными цифрами. Если вам дан capital employed, если вам дана при этом прибыль, то у вас соответственно автоматически влазит return on capital employed, рейши, который вы можете использовать. Для конкретно нашей ситуации, для отеля, это очень хороший показатель. Почему? Потому что return on capital employed, он в частности, он использует, в общем-то, он смотрит в частности на то, на то, какие, в общем, как эффективно у вас обновляется, обновляется ваш, как, насколько эффективно обновляется ваш, например, активы в компании. Поэтому это очень для нашего отеля. Поэтому это очень хорошая рейша, конкретно для бизнеса отеля. Второе и последнее, пятое, извините, don't be afraid to use common sense. Не бойтесь использовать просто вот, не бойтесь использовать факты из жизни, все те факты, которые, которые даются в сценарии. Например, у вас четко сказано, что отели в крупнейших городах, да, например, почему, если отели находятся в крупнейших городах, где, скорее всего, много бизнес-путешественников, почему revenue должна падать? То есть не бойтесь использовать общую логику, которая, у вас, в общем-то, есть, да, не бойтесь использовать факты, обязательно используйте факты в сценарии. Итак, давайте, если мы посмотрим на ключевой, на моду answer, да, на стандартный ответ, что мы здесь видим? Мы видим, что экзаменатор нам показывает, как он анализирует последовательно, прямо следуя той таблице, которая у нас была вот здесь вот дана. Вот эта вот у нас была таблица, да, с revenue, я напоминаю. Мы просто двигаемся последовательно по этой таблице. Извините, я вижу, что, да, есть какие-то, есть вопросы. Я вам отвечу после того, как у нас закончится, закончится вебинар, я вернусь к вопросам тогда, чтобы сейчас не отвлекаться, да, от мысли. и смотрите, то есть у нас получается, да, смотрим на наш модул антра и напоминаю, что двигаемся мы по вот этой вот таблице, которая нам была дана. Ничего сложного, абсолютно никаких таких суперкалькуляций, да, никакого, никакого глобального опора на какую-то сложную теорию, нет. Под заголовок обязательно, чтобы маркер, который будет физический человек, который будет читать, да, вот все, что вы написаете в Excel, например, или же в Word в вашей выкладке на CBA, Gross Room Revenue, мне здесь из-за нехватки пространства не пришлось в одну и ту же строчку поставить, да, заголовок, но он у меня выделен, в общем-то, жирным шрифтом. Я сделала индикатор Financial Indicator, то есть это первая часть, с которой мы начинаем. Вот у нас есть заголовок Financial Indicator. Дальше у нас идет Gross Room Revenue. Вообще вот комментарии, по сути, они ничего сложного. Best Nights Gross Room Revenue Based on Standard Room Revenue has increased by 6.6%, то есть если вы посчитаете, да, там в табличке у вас изменение из периода к периоду будет 6,6%, which reflects the higher occupancy rate, да, вот 74 против 72, и увеличение ставки 140 против 135. Ничего особенно гениального в этом, в этом комментарии нет, да, вы за это получаете марку. Второе, Revenue After Discounts. Revenue from room rates adjusted for discounts or rate reductions offered has actually only increased by 1.8%, and that reflects the significant and 45% increase in discounts or reductions offered. Вот этот вот показатель Revenue After Discounts, он не лежит на поверхности. Это то, о чем вы можете догадаться. Сейчас, простите, я попозже, да, вернусь к ответу. Вы пишите, я тогда прокомментирую. То есть Room Revenue Net of Discounts, это, 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 эта калькуляция не лежит на поверхности. То есть вы про нее можете догадаться, но можете не догадаться. Если не догадаетесь, ну, скорее всего, ничего криминального не получится, может быть, вы упустите марку по этому поводу, но здесь все понимают, что у вас, в общем-то, стресс. Мы проанализировали Room Revenue After Discounts, мы поняли, что на самом деле рост, он не такой большой, он на самом деле очень и очень маленький, да. Face to the declining number of business customers and consequently the prospect of lower occupancy rates, managers have, may have decided to offer low room rates to try to retain as many of existing business customers as possible or to try to attract additional leisure customers. Здесь мы делаем такое рассуждение, вставляем о том, почему, возможно, были придуманы дисконты, да, почему были даны, точнее, даны дисконты в таком большом объеме, что в результате эти дисконты снизили очень значительно рост revenue, потому что в стране кризис, это мы все факты берем из сценария, да, и, возможно, они хотят удержать existing business customers либо же привлечь новых, которые просто находятся на отпуске, в отпуске не являются бизнес-кастомбренды, да, не являются бизнес-путешественниками. Although occupancy rate increased by 2% from 72 to 74, which now exceeds the budgeted level, revenue net of discount only increased by 1.8%, да. Дальше мы, также мы упоминаем, из-за чего, возможно, да, из-за изменения, что это связано с изменением ставки. И дальше вот комментарий, на который мне хотелось бы обратить внимание, in the context of tough market conditions, обратите внимание, мы упоминаем tough market conditions. У нас есть этот вординг в условии задачи, и вы переносите этот вординг в ваш ответ. The decision to increase the standard room rate for 2007 appears rather optimistic. Согласитесь, что это очень хороший комментарий, что когда у вас кризис в стране, вы, в общем-то, не увеличиваете ставку, ставку по отелю, а потом вы предлагаете какие-то безумные дисконты, да, то есть это как-то выглядит хаотичным, да, как непродуманные бизнес-решения и то и другое. И можно про это прокомментировать. Именно от этого, этого ждет экзаменатор именно такого рода комментариев, ждет экзаменатор. Не бойтесь делать такого рода комментарии. То есть, как вы видите, это простейшая задача. Вам сейчас вообще не нужно никакой теоретической глубокой базы из всего курса ни линейного программирования, ни специальных там современных техник формирования себестоимости, ни всего того, что мы проходим в нашем курсе, для того, чтобы фактически получить больший процент из вот этих марок. Дальше, что там у нас написано? Although the hotel managers have managed to achieve occupancy rates higher than budget, they have only managed to do so by reducing room rates. То есть, мы сейчас просто описываем ту ситуацию, которая была видна из сценария. Быстренько сейчас пробежимся по основным другим показателям. Опять-таки, вот посмотрите, additional revenue, откуда это все появляется в model answer из таблички, да, которая у нас была. Total revenue, operating profit, operating profit margin. Ну, margin, она здесь у нас действительно, это рассчитан, это расчетный показатель, но вот эти три, additional revenue, total revenue, operating profit, давайте-ка вернемся на секунду в таблицу и посмотрим, так, ой, извините, так, вот, да, other revenue, это food and drinks, то есть, вот это вот дополнительное revenue, мы ее анализируем, мы пишем, что она увеличилась, там, по-моему, на 5%, пишем про это, total revenue, пишем про это, operating cost, пишем про это, operating profit, пишем про все это, и дальше, что у нас получается, additional revenue, ну, мы здесь написали, что увеличилась примерно на 5%, но как это связано, мы не останавливаемся просто на этом комментарии, вы, комментарий просто увеличилась на 5%, он ни о чем, да, он никак не привязан к вашей текущей экономической ситуации, one of the potential benefits of increased occupancy rate, да, одна из потенциальных benefit of того, что у вас больше постояльцев, even if guests are paying less per room, per night, даже несмотря, в общем, на дисконты, will be that they generate additional revenue, will generate additional revenue from food and drink sales, то есть вот в этом будет именно плюс, да, что покупатели генерируют дополнительные revenue, просто не оставляйте вот эти вот, это очень коряво выглядит, но этого каждый экзамен много, почему 60% студентов в некоторые годы или даже 61, например, процент студентов, которые сдают с PM, почему они его не сдают? Они его не сдают, потому что они не пытаются сформировать какой-либо анализ, не используют факты в сценарии, не доходят до третьей части экзамена, не оставляют на третью часть экзамена полноценный объем времени, ну, в общем, плохая подготовка, она как бы никто не отменял, да, часто бывает это у студентов, но при этом также есть те легкие марки, которые стоит брать и брать быстро, почему бы их и не взять тогда, да, почему их надо выпускать. Дальше, что касается Total Revenue, In Total Revenue, Net of Discount has increased 2.4%, мне кажется, здесь 2.4, наверное, опечаток, если честно, я его выделила красным, потому что, ну, я просто оставила его себе потом для пересчета, но здесь это для нас не, как бы, здесь для нас это не критично, для нас критично понимание самого, то есть даже если есть эта опечатка, то маркер вам даст, если у вас, по-моему, там 2.3, по-моему, там немножечко вот этого десяток процента, там вроде бы не совсем корректно, но для нас это неважно, даже если вы сделали какую-то ошибку, но при этом, как я уже говорила на первом вебинаре, если вы на основе нее делаете правильные выводы, да, беря эту цифру, вы при этом инкорпорируете данные сценария, то вам дается марка, то есть не бойтесь каких-то математических ошибок, и мы рассматривали очень удачные примеры на прошлом вебинаре, там, где студенты вообще неправильно считали формулы, они брали неправильный числитель, неправильный знаменатель, но потом инкорпорировали эту цифру в правильный ответ, в смысле неправильный ответ, а они на основе полученной своей собственной цифры делали соответствующие правильные выводы, выводы были нестандартные, в ответе были другие выводы, но основываясь на той цифре, которую они получили, они делали для той цифры правильные выводы, экзаменатор им давал марку и говорил, что это техника, которая называется the rule of your own figures, да, то есть это правило ваших собственных цифр, то есть если вы даете sound comment to incorrect figure, вы получаете марку. Да, дальше здесь, given the tough competitive environment, best night company could view any increase in revenue as positive, да, moreover, provided the revenue achieved from selling rule is greater than the variable costs of providing it, the occupancy levels should increase the hotel contribution to profit. Ну, этот, пожалуйста, этот нюанс, вы его можете написать только если вы уже прослушали теорию курса PM, да, потому что, как правило, большинство людей, они автоматически не связывают с тот момент, что у вас стоимость комнат, она на самом деле должна быть больше, нежели ваши variable costs, ваши переменные затраты, и в связи с этим у вас растет неизменно contribution to profit. Следующий нюанс, но опять-таки, если вы не упомянули, ну, хорошо, может быть, вы полмарки потеряли или не потеряли ничего. Operating profit, здесь у нас также сказано про operating profit, несмотря на то, что у нас ревень возросла, у нас operating profit у нас несколько упало, и почему, с чем это связано? Это связано с тем, что у нас возросли на 3 миллиона, я говорила в самом начале, вернусь вот сюда, вот, у нас operating cost здесь выросли на 3 миллиона, да, 95 против 92, при этом покупатели, постояльцы отеля жалуются, что явно устарел отель, да, то есть требуется redecoration, среди с чем выросли вот эти вот operating cost, что там может быть зашито в этих operating cost, почему они возросли на 3 миллиона, но при этом мы не видим никаких позитивных движений в плане, в плане предоставления более, более хороших услуг покупателей, да, откуда вы, то есть вот эти вот 3 миллиона, и что мы в результате, что заработать марку, мы пишем, что вот это 3 миллиона increase in operating cost предыдущего года, да, is potentially a cost for concern, and the reasons for the increase should be investigated further, то есть вот это вот очень хороший комментарий, вы заметили, вы сказали, что это should be investigated, да, however, when looking to reduce cost, it will be very important to do so in a way which does not compromise customer satisfaction, опять, почему это связано как-то с customer satisfaction, почему были вот эти 3 миллиона потрачены, если это связано с customer satisfaction, то мы не должны просто пытаться снизить косты, да, снизить затраты, мы должны прежде всего ориентироваться на customer satisfaction, потому что мы помним, что отель уже снизился по своему рейтингу, выпал из 10% отелей, operating profit margin, вот этот вот показатель вы могли посчитать, это вторая, это как раз таки относится, если помните, я вам говорила, какие вы можете, дальше вы можете, описывая сценарий, вы можете посмотреть, какие у вас есть вот этот четвертый, четвертый пункт, есть ли у вас действительно какие-то показатели, которые могут быть выстроены в формула, можете ли вы что-то формулами проанализировать, вот здесь вот у нас действительно, поскольку у нас был дан, в общем-то, PL, да, в самом простом, в самом простом виде, не какой-то там statement, да, полноценный, как в IFRS, у нас был просто дан очень базовый PL, менеджмент аккаунт у нас были даны, и поэтому мы могли, в общем, здесь вот менеджмент аккаунт, сейчас секундочку я зайду, у нас здесь два оперативных профита, у нас здесь total revenue, у нас есть operating cost, у нас есть revenue всего, мы здесь отсюда могли бы посчитать показатель, который, показатель, который называется operating profit margin. Operating profit margin, он немножечко, у нас the increase in cost has also led to fall in operating profit margin, но вы здесь уже упомянули, что это должно быть инвестигировано, то есть здесь вы можете также посмотреть при этом, как у вас, как у вас влияют дисконты, как бы они повлияли, вот это предоставление, либо не предоставление скидок на operating profit margin, то есть здесь это небольшой объем теории, который вы рассматриваете, и вот мы как раз дошли до ключевого нашего расчета, ну, может быть, одного из ключевых, в принципе, прописав все то, что уже было прописано, вы все равно зарабатываете уже значительное количество марок, но здесь нам был дан также capital employed и у нас был он дан в node 1. Capital employed рассчитывается, я говорила, вот здесь вот рассчитывается очень просто, мы просто, у нас дана здесь, у нас здесь дана прибыль, да, profitability, у нас, в смысле, profit before income and tax, да, before interest and tax, и у нас дан capital employed, просто одной цифры, у нас есть, таким образом, у нас есть и числитель, и знаменатель, и мы очень просто, легко, очень легко рассчитываем return on capital employed, вот он, он у нас составил, то есть у нас упал, 62 было процента в шестом году у нас получается, то есть здесь мы делим 24 миллиона, это наш оперейтинг просит, да, то есть как я, я говорила, что в OPL вы берете самый последний, самый низкий, самый низкий, да, вот как бы построчный показатель, спокойно в OPL, по крайней мере, как правило, никаких аджастментов вам не требуется, за редким исключением. аджастменты могут быть у вас какие-то в прибыли, нюансы, если у вас будет трансферное ценообразование, то есть какие-то более сложные темы, но там уже свои формулы, то есть вам, как правило, return on capital employed, там, там вам, вам, вы не будете считать, вот, поэтому, поэтому здесь вы берете 24 миллиона, да, вы делите просто вот на 39, поделили, получили return on capital employed, 62 процента, сделали то же самое для текущего периода, 23 миллиона, это operating profit, 23,915, поделили на вот эти 39,5 миллионов, это за текущий седьмой год. Увидели, что показатель упал, но теперь вам нужно понять, как вы его применяете. This suggests that the value, which best my company is generating from its assets, is falling. То есть, таким образом, вообще, те активы, которые компания имеет, они на самом деле не генерируют return on capital employed, который мы хотели бы видеть. Но при этом, при этом, capital investment, любые capital investment, то есть, любой, любой ремонт, который произойдет, а ремонт явно необходим, потому что покупатели стали, постояльцы стали жаловаться на уровень комфорта, он снизит вот этот return on capital employed даже, даже больше. Но тем не менее, это необходимая, это необходимая мера. И вы можете прокомментировать здесь, сделать небольшой, небольшой комментарий. И теперь смотрите, все, в общем-то, все финансовые показатели мы прокомментировали, здесь ничего сложного нет. У нас остались non-financial indicators. Non-financial indicators, здесь все очень, очень просто. У нас для non-financial indicators, то есть мы уже закончили фактически решать задачу, non-financial indicators у нас здесь было даны в основном average customer satisfaction score, да, и были даны причины, почему покупатели, почему он, постояльцы, жалуются, да, поэтому вот это вот вы, вот это вы и описываете, и инкорпорируете в собственный, в собственный отвод. Сюда вот немножко вернемся. Customer satisfaction scores, although the reduction in profitability should be a concern, обратите внимание, как это звучит в модул ансеры, the reduction in customer satisfaction scores should potentially be seen as a greater cause for concern. То есть вот это вот снижение удовлетворенности постояльцев, оно должно быть, в общем-то, рассмотрено как больше угрозы, нежели просто снижение профитабилити, потому что, это является причиной отчасти снижения профитабилити. То есть на самом деле мы начали с того, что в этой стране, в которой оперирует эта сеть отелей, плохая экономическая ситуация. Но когда мы стали рассматривать саму структуру задачи постепенно более близко, более пристально, мы поняли, что на самом деле у отеля плохой фонд, что почему-то качество сервисов, качество услуг упало, несмотря на то, что предоставляется больше дисконт, что отель рейтинг снизился, и так далее. То есть все эти параметры, они на самом деле не связаны непосредственно с экономической ситуацией. Но при этом, что произошло? Из-за экономической ситуации отель отложил ремонт. И обратите внимание, что последняя самая фраза, на которой здесь заканчивает модуль ансер-экзаменатор, да, то есть решение отложить, на самом деле, то есть снижение вот этого рейтинга, на самом деле предполагает, что если отель будет продолжать откладывать этот ремонт, капитальный ремонт, то, скорее всего, он упадет еще ниже и полностью выпадет из достойного рейтинга и будет терять клиентов, скорее всего, разориться и закрутиться. То есть реальный бизнес компании, он оказался не связан с экономической ситуацией. Вот. На этом, собственно, все конкретно по задаче. Как вы видите, задача была очень простая. Сейчас я посмотрю ответы на вопросы, и я также обещала поделиться. Да, я видела, что кто-то мне написал, что уже я ответила на вопрос. Так, сейчас электронная таблица в компьютерном экзамене похожа на Excel. Да, вы можете посмотреть компьютерный экзамен, CBA экзамен. Вы зайдите, пожалуйста, на веб-сайт ACCA, и на веб-сайте ACCA там для студентов есть раздел, и там есть ресурсы. Я рассказываю, где вы можете на занятиях, обычно всегда показываю визуально на экране, но на вот сайте ACCA, ACCAglobal.com у вас есть ресурсы, learning, по-моему, learning resources или что-то такое для студентов, раздел для студентов. Там вы заходите, выбираете экзамен PM, и там у вас есть Past CBA exams раздел. То есть вы можете зайти в экзамен формата CBA и сделать этот экзамен, как будто бы вы его решаете, ну, практически как в реальном времени. То есть вы используете все эти инструменты за исключением хайлайтинга. То есть выделение цвета вам будет недоступно. Ну и, по-моему, по-моему, CopyPaste там не очень доступен. Вот эта вот версия, которая лежит, я, если честно, забыла, доступен или нет CopyPaste. Какие-то, по-моему, части доступны, какие-то нет. То есть функционал, он немножечко сужен. Но, тем не менее, вы можете обязательно, я всем студентам рекомендую практиковать вот этот реальный CBA экзамен. Это просто must-have. По-четвертому, структура, да, вот ответ о возможных формулах. Правильно ли я понимаю, что их нужно, можно, нужно использовать в своем ответе именно как подкрепление своей позиции? Да, конечно, несомненно. Простой расчет без комментариев будет выглядеть излишними действиями, незапрашиваемыми задачей. Да, несомненно. Именно так. То есть у вас, как бы, некоторые выводы, вы не сможете сделать, ну, большинство выводов, вы, наверное, не сможете сделать, не просчитав хотя бы что-либо, да, из того, что вы можете просчитать. Но вам не нужно судорожно пытаться вспомнить какие-то формулы из тех, которые вы учили, отключить при этом здравый смысл и просто попытаться выложить вот эти вот формулы, которые вы учили для экзамена. И там, вот у меня была одна, например, студентка, она, кстати, отлично сдала в результате экзамен, но в том, что когда я проверяла ее МОК, то есть она уже даже подошла фактически к концу, но она, правда, занималась самостоятельно, и она не инкорпорировала факты. Я написала ей развернутый ответ и обратила ее внимание на те факты, которые Изи Маркс, которые она могла бы собрать. по задаче. Ну, в результате, я не знаю, в результате этого совета или в результате каких-то других действий, но тем не менее она сдала экзамен хорошо. То есть инкорпорируйте факты, пожалуйста. Да, будет, несколько слов добавьте в конце вебинара об особенности сдачи экзамена на компьютере. Вы знаете, у нас на самом деле прошел первый вебинар, где я рассказывала детально про сдачу на компьютере. Я думаю, что, скорее всего, на нашем веб-сайте он будет скоро доступен в записи, я предполагаю. Может быть, у вас можно его прослушать через веб-сайт ИСИ, если я не в курсе. Сейчас я подумаю, какие самые сложные темы в части ИСИ, которых давно не было на экзаменах, а значит, есть высокая вероятность, что они будут. Можно ли как-то угадать, какие темы будут на экзаменах в сентябре? Вы знаете, вообще, постоянно пытаются как бы отслеживать, основные провайдеры обучения пытаются отслеживать основные темы, и, как правило, очень сложно, ну, сложно на самом деле угадать, потому что маркеры, они тоже отслеживают, и экзаменатор, он тоже, как бы, комиссия, они тоже пытаются, чтобы не было прямо совсем, совсем очевидных тем. Я думаю, что, скорее всего, трансфертное ценообразование, оно появится точно. были много за последний период, за последний, но, опять-таки, у нас мартовский экзамен, он пока что не был подгружен, то есть он пока недоступен, июньский экзамен, потому что экзаменаторы, они делятся экзаменами за две сдвоенных сессии, то есть март, например, июнь должна была быть публикация, этой публикации не было. Вот, и поэтому, по крайней мере, не было по ПИЭМу, может быть, по другим было предметам, поэтому, ну, по крайней мере, до этого не было достаточно давно на трансфертное ценообразование. Трансфертное ценообразование, оно может инкорпорироваться в любых частях экзамена, A или B, то есть тесты тоже могут быть какие-то минимальные по нему. Что касается, то есть я думаю, да, скорее всего, может быть что-то, например, из линейного программирования, опять-таки, да, обязательно бывает relevant costs, relevant costs очень такая тема популярная на экзамене, то есть на самом деле вот прям совсем угадать довольно сложно. Ну, все пытаются угадать, то есть вот такого рода комментарии, но это не факт, что именно это будет, наверняка будут какие-то темы небольшие. А за последний, не так давно, был большой цикл, был большой цикл, который хорошо протестировал Area B, этот цикл был прямо небольшой, пару лекций, то есть есть шанс, что Area B она будет чуть меньше, но вам надо понимать, что вам надо абсолютно все Арии силабуса освоить. Это жесткое требование FPM, к сожалению, и не освоив, или недостаточно освоив какую-то часть, экзамен построен так, что вы сразу теряете большой объем марок. Что касается об особенности сдачи экзамена на компьютере. Ну, надо практиковать. В том онлайн-инструменте обязательно надо практиковать. Еще момент. Возьмите, пожалуйста, это как раз про Сибири, про Сибири, возьмите, пожалуйста, свои калькуляторы. Это крайне важно. Дело в том, что я говорила это на первом вебинаре на прошлой неделе, часть А и часть Б вы очень быстро должны, ваш таргет там быстро, максимально быстро просчитать ответы на вопросы. И когда вы просчитываете ответы на вопросы, собственный калькулятор, он важен. Вам там дается, вы приносите свою ручку, но вам дается лист бумаги, вы пишете этот лист бумаги, он не будет потом проверен экзаменатором, проверяются автоматические части А и Б, да, экзамены, первые две части экзамена. Но вам нужен обязательно калькулятор, потому что многие студенты жалуются, что если они финансовый калькулятор можно брать, но только чтобы он не имел каких-то функций память текста, да, вот это вот. Финансовый обязательно, кстати, потому что у вас есть расчет, у вас есть один из расчетов Learning Curve в части, в этой части C как раз экзамена, и для Learning Curve, для калькуляции вам нужен финансовый калькулятор, поэтому возьмите финансовый калькулятор, он значительно лучше, чем простой калькулятор, но без функции, большой функции памяти текста. Если вы забудете калькулятор, это сильно замедлит вашу работу на экзамене. И у меня была одна студентка, которая два раза не сдавала экзамен, потому что, ну, вот ей так повезло, она два раза сдавала экзамен, калькулятор на собственный экзамен. Вот, ну, бывает иногда, потому что от волнения, то есть я действительно могу понять это. И часть, третья часть, вот особенность CBE, экзамена на компьютере, последняя третья часть экзамена, не используйте свой калькулятор, используйте Excel, потому что все ваши числа должны быть traceable, traceable figures. Экзаменатор должен видеть, как вы считаете цифры в Excel. Excel будет доступен, это, это управляемый, но это простой Excel, довольно-таки упрощенный, вот, но экзаменатор должен видеть, как вы считаете цифры, потому что если вы что-то где-то там, ну, откуда-то перепутали цифру, экзаменатор хотя бы понимает, что вы там считаете. Используйте четко подголовки обязательно, это я как раз рассказывала на первом вебинаре, четкие заголовки, четкие калькуляции через Excel, чтобы это все было можно проверить, да, то есть привязывайте к сценарию, отвечайте, связанно со сценарием, и тогда вы сдадите успешный экзамен. Вот. Если, я надеюсь, что этот вебинар, он был полезен, сейчас я попытаюсь поделиться ответами на вопрос, так, сейчас, о, извините, пожалуйста, я прошу прощения, я не открыла, не открыла, я сейчас, оказывается, я обратила внимание, что я не открыла ответы на вопросы, если не могли бы, если не сложно, могли бы, пожалуйста, ответить сейчас на вопросы, и я тогда сразу, после того, как вы ответите, я сразу тогда поделюсь. так, сейчас еще кто-то у нас отвечает, да, сейчас секундочку, подождем буквально, да, пару секунд, кто-то еще в прогрессе, я вижу. так, хорошо, у нас два, два человека не начало заполнять пол, да, поэтому я сейчас тогда позволю, чтобы не тратить время закрыть пол, да, то есть смотрите, у нас получается, что в большей степени вы получаете, покупаете, так, я, я, я сейчас, вы должны сейчас увидеть результаты, результаты, так, результаты, может быть, еще разрывался, так, сейчас секундочку, да, вот сейчас, получается, что у нас большая часть студентов, получается, покупают учебники, да, и кто-то занимается на курсах, кто-то использует бесплатные материалы, но большей части вы самостоятельно покупаете учебники, да, спасибо, спасибо большое за то, что сегодня прослушали вебинар, я надеюсь, что он был полезным, если вас интересует, можно вот так же еще пройти по QR-коду, я напоминаю, что помимо бесплатного урока, что касается бесплатных уроков, да, некоторые, некоторые занятия в зависимости от группы, в зависимости от темы, я читаю, иногда бывает в чуть более медленном режиме, но в целом, обычно стараюсь читать в довольно оперативном режиме, и, и помимо этого также есть вот по QR-коду, я говорила в начале вебинара, что есть также разбор задачи по теме линейного программирования непосредственно на самом веб-сайте, поэтому также можно посмотреть, может быть, кому-то это окажется полезно. Спасибо большое за сегодняшнее, да, внимание, спасибо вам, линейного